В ауле Алибердуковском стоит первый в мире памятник жертвам Кавказской войны. И каждый год накануне траурной даты в сумеречное время к нему направляется факельное шествие в память о погибших предках в вековой войне за независимость. Присоединилась к ним и прошагала весь путь. Фатима Даурова. По главной улице аула медленно передвигается колонна людей. На переднем плане несут черкесский флаг – символ единства народа, и в этот раз он спущен ниже головы, что означает знак скорби. Совсем молодые ребята и девчата в национальных одеждах проходят мимо жителей, вызывая у зрителей чувство собственного причастия к происходящему. Каждый год организаторами шествия традиционно выступают работники районного отдела культуры, которые при помощи учителей приобщают учащихся школ к познанию истории родного народа. 101 год ни один народ в мире не воевал. И каждый ребёнок, каждый подросток должен это знать, брать урок с прошлого. И каждый должен понимать, что война несёт слёзы, потери. И причиной того, что сегодня черкессы живут в 56 странах мира – это вот эта война. Здесь, у мемориального комплекса участников шествия ждут неравнодушные жители и гости аула, которые специально приехали для участия в поминальных обрядах. От горящего факела в руках молодого черкеса, символизирующего вечный огонь памяти, был зажжён традиционный очаг, как символ возрождения народа. Как Казанокожа Багов, философ Адыгский сказал, кто шагает в ногу со временем, тот имеет будущее. Я думаю, что сегодня мы живём в стране, в многонациональной стране. И мы должны, конечно же, не забывая свою историю, идти вперёд, шагать, учить своих детей, воспитывать, поднимать в ногу со временем. Перед собравшимися выступили официальные лица района администрации и общественных организаций, которые подчеркнули, что традиции и значение этого дня заключаются не только в уважении к прошлому, но и в понимании того, насколько значима каждая жизнь и, как важно, мирное существование для человека, независимо от его национальной принадлежности. Участники мероприятия также познакомились с выставочным материалом этномузея, посвящённым основателю памятника Михаилу Хутову. Здесь собраны биографические сведения о нём, фотографии и архивные документы. Я горжусь тем, что я ношу имя своего дедушки, я горжусь тем, что он разбудил весь Кавказ. Все адыги мира знают, что была такая жестокая война, которая длилась 101 год. На склоне холма золотым отливом высвечивается 12 звёзд и 3 стрелы. На флагштоке развивается черкесский флаг при свете восходящей луны. Мемориальный комплекс готов к памятной дате. И сегодня, 21 мая, к 160-летию со дня окончания Кавказской войны, в Альбертуковском произошло ещё одно знаменательное событие, которое теплом откликнулось в сердцах аульчан. После траурного митинга состоялось торжественное открытие мемориальной доски и присвоение улицы имя человека, увековечившего память героически сражавшихся за свою родину черкесов. Рядом с первым в мире памятником черкесам, жертвам Кавказской войны, располагается маленькая аульская улочка, которая ведёт к побережью горной речки Малый Зеленчук. С этого дня она будет носить имя основателя мемориального комплекса Михаила Хутова. Таким образом, жители аула Ихабецкого района выражают своё почтение и отдают дань памяти человеку, который вписал в историю адыгского народа своё имя золотыми буквами. Фатима Даурова, Мухаммед Ашубоков, Михак Аракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.